Доброе утро, дамы и господа! Приспался я. Отдохнул. Время начала седьмого. Кофе попил, все. Булочку поел. Сходил, помылся, освежился, все, зубы почистил. Можно ехать. Так что у меня сейчас 150 километров до последней разгрузки, которую мы вчера не успели разгрузить. Так что, с Богом! Вот такая вот стояночка. Вот я тут стоял. Ну, в принципе, стоянка как стоянка. Это просто место у этого Aldi. Здание новое. Все новое здесь у них. Лампы вот эти вот LED-шные. Че, опять снег пошел. Так что ж такое. Машину я немножко пораньше завел. А у меня минут 10, наверное, может, больше поработало. Чтоб мотор нагреться. Нагрелся. Потому что я теперь опять не могу заводить и сразу ехать на холодную. Это нехорошо для мотора. Что-то нами молчит. На следующем повороте поверните оправу, а затем на следующем повороте поверните налево. Так, здесь почему-то налево поворачивать запрещено грузовиком. Странно. Ну, хорошо, поедем тогда направо. Опс, да. Каждый раз нажимаю на этот сигнал. Нечаянно. А приезжал я с той стороны, заезжал. Изменение маршрута. Продолжайте путь более чем полтора километра. Не видать нифига. Что-то происходит. Движники всякие разные. Еду я сейчас в сторону Базеля. Места я не знаю. Я там еще не был. В общем, будем посмотреть. Сейчас посмотрим. Странно, что здесь, в туннелях, нет ограничений скорости. Нет, в смысле, не во всех, а, допустим, в Германии, если какой-то туннель, там обязательно висит какой-нибудь знак. 60, 80, может быть, 90. Может быть, 90. Молодцы, ребята Притормозил Машина притормозила и пропустила меня Не стал щемиться Развязки Неудобные Непривычные Везде, везде камеры стоят Везде стоят камеры Здесь на заборе были камеры Я на мосту проезжал На речке Даже на речку была направленная камера Камеры стоят везде Без понятия, где я еду Не знаю Озеро какое-то То ли это море Я там уже дальше проезжал Сейчас проехал туннель один Я думал, уже все закончилось Сейчас вот еду и смотрю Дальше все это Надо будет гугльнуть Посмотреть, что тут за озеро Такое вдоль первого автобана В сторону Базеля Берн Базель Я навигацион показываю В сторону Большое озеро Так, очередной туннель Очень много туннелей здесь В Швейцарии я заметил Вот как здесь, например Смотрите Одна маленькая горка Да И туннель Может баба эту кучку Разгрести, наверное Проехал эти 150 километров Там, где я озеро проезжал Я перепутал Это не Не однерка была автобана Это был автобан номер 2 Второй автобан Потом уже Потом уже узнал Через 250 метров Выполнить первый съезд Так Сейчас бы найти без проблем Так, куда-то направо поворачивать Туда куда-то ехать надо Через 100 метров Выполнить первый съезд До цели 1 километра Там я что-то ничего не вижу Слушай А, вот Альди Ю-ху Маленько распогодилось Туман немножко рассеялся Как 800 метров Пункт назначения Туман рассеялся Немножко солнышко вырезало Но все равно Еще прохладненько На улице сейчас только Плюс 3 градуса Холодильник вообще не включается По всей дороге Он еще ни разу не включился Так, сейчас бы опять не проехать Как в прошлый раз Через 300 метров Пункт назначения Так, 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 так Здесь что у нас? Так, это внестанно-населенный пункт Аван-Альди Так, куда заезжать Через 100 метров Пункт назначения Вон, я в Альди вижу Пункт назначения Да, да, окей Так, это что здесь В Альди или нет? Через 200 метров Поверните направо Так Изменение маршрута На следующем повороте Резко сверните налево А, вон я и вижу Машины с холодильниками Мне там один поляк Помахал, говорит Все правильно, говорит Сюда езжай Немножко Запутался Немножко Иритировался Изменение маршрута При первой возможности Выполните разворот А затем На следующем повороте Поверните налево Навигацион меня Посылает Дальше На следующем повороте Поверните налево А, за... На следующем повороте Поверните налево Так, так, так Через 150 метров Хочу посмотреть Я мог бы проехать Но подожду В общем, еду я на Германию Там загружаюсь И еду тогда В сторону дома Вот так Вот так план выглядит Какая-то машина Американская, старая Вот такой вот план Так, надо будет еще Сделать паузу Не то, что сделать А я имею в виду Что мне времени сейчас Не хватит Доехать оттуда Полностью То есть, придется Сделать паузу И доехать Через 300 метров В круг Выполнить Третий съезд До цели 250 километров Грубо говоря Хорошо Я это самая Такая особенность Я что-то не понял Там они разговаривали В другом месте Где вторая разброска Там они разговаривали Как-то Ну, по-своему По-швейцарски Ну, как бы По-немецки А здесь А здесь Я захожу А они все По-французски Разговаривают Что-то я не понял Нифига Туда-сюда Они нет Они по-французски Все говорят Там в лагере Вете в бюро Продолжайте Путь Более Че 30 Километров Я знал и слышал Что есть Какие-то части Швейцарии Где разговаривают По-французски А где-то У них свой язык Какой-то Если я ошибаюсь Поправьте Так что Надо как-то посмотреть Наверное Загуглить Или спросить У кого-то Но не все 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 Абсолютно Все Разговаривают По-французски Странно Так Все Ребятки Сейчас Начало Десятого Не знаю Да нет В принципе Должен Еще Сегодня По-времени Доехать До дома Да Должен Конечно Конечно Доеду И делаю Наверное Большую Паузу Опять Говорю Наверное Делаю Большую Паузу И Наверное Опять Поеду Во Францию Заехал Я На Парк Платц Только Что Позвонили Сказали Что Мне Еще В одно Место Надо Заехать Прежде Чем Я Поеду На То Место Которое Хотел Поехать В общем Мне Мне Надо Заехать На Фрайбург Взять Там Прицеп Полный И Вести Его В Дайслинген Куда Я Собирался Ехать Его Разгрузить А потом Уже Дальше Ехать Туда Блин Время Километра Опять Е-мое Я Сейчас Остановился Сходить Надо Освежиться Позвонить Еще Раз Шефу И Перезадать Навигацион Так Что Вот так Вот Ребятки Так Я Так Понимаю Это Что Это Туалет Стеклянный Или Это Кафешка Что Нет Это Туалет Наверное Не знаю Ребят Что Такое Не так В Швейцарии Снег Идет Идет Снег Сейчас Долгое Время Поднимался В горку Здесь Екот Начался Такое Ощущение Что Даже Машина Маленько Бросает А нет Это Это Из-за Калии Накатанной Мне уж Показалось Гололед Начался Так Сейчас Еду В сторону Базеля Там Буду Границу Переходить На Германию Так Туннель И еще Туннель И еще Туннель В общем Ребят Накидали Опять Работы Я должен был В принципе Ехать В сторону Дома Сейчас Опять Переиграли Черт Ногу Сломит Надо Ехать Фрайбу Потом Дайслинген Дайслинген Грузиться Потом В келье Разгружаться И потом Еще Куда-то Забыл Прыгнуть То есть Сегодня Вечером Не получается Домой Я загружаюсь Чтобы завтра Утром Едно Разгружаться Посмотрим Хорошо Было Домой Заехать Но Раз Такие Дела Что Значит Надо Работать Все-таки Сам Соглашался На Дальнобой Поэтому Поэтому Вот так Вот Вот И горы Мне нравятся Горы Горы Красивые Везде Камеры Стоят Везде По всей Дороге Везде Камеры Пропал Сигнал GPS Камеры 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 Продолжение следует... Так что ничего рассказывать не могу. Так же самое вместе с вами смотрю. Все еще тяжелое. Все какое-то... Непонятное. Привыкать надо. Сейчас не знаю, как там. Там уже надо проезжать. Надо сейчас заплатить за дороги еще как-то. Не знаю, там выходить надо с машины. Вообще не знаю, как это все делается. Сейчас по месту уходим уже. Определяться. Вот, нет, вот стоит. Паза 8 километров. Так, а это что за город тогда? Через 3 километра. Какой-то скорой, если город. Тут такая индустриальная сонна здесь вообще. Так, ну вот это Базель, я так понимаю. Там я проезжал, там был этот знак такой. Великон. Добро пожаловать в Базель. Знания какие-то, вон, видите, нарядные. Через 300 метров возьмите направо. Ну да, это базы. Скоровенные здания. Я вот вижу с правой стороны небоскребы прям. Возьмите направо. Так, сейчас не отвлекаться. Сюда влево заезжать в базу. Через 950 метров возьмите налево. Там здание, не знаю, видно отсюда или нет. Такое вот здоровенное, такое высокое. Так. Через 300 метров возьмите налево. Возьмите налево. Вот и Базель какой он. Интересно. Через 600 метров возьмите налево. Похоже, Базель большой очень. Я вот туда смотрю, вот там дома туда идут далеко. Здесь вот с левой стороны небоскребы здоровенные. Через 300 метров возьмите. Опять. Что-то переплетение, мосты такие здесь вообще. Автострада здесь. Много дорог всяких пересекаются. Карлс-Рой это уже немецкий город. Да, по-моему, Базель большой город очень. Так, вот такая вот бумажечка. Сейчас вот ее надо, это, километраж написать. И при выезде отдать. И все. Надеюсь, сейчас нормально все будет. Удачи. 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 Продолжение следует... Так... Ну и все... Одну бумажку он забрал, дал какую-то красную карточку Здесь на следующей карточку отдал и все Так, а здесь вот человек стоит Просто стоит, смотрит... Ну и все, можно выезжать, наверное, да? Через 300 метров возьмите налево Так, ну и все, вот на пятерочку выезжаем и все Видите, как она всегда первый раз все Не знаешь ничего как, будто Это всегда новое все Через 100 метров возьмите налево Налево Так, ЛКВ Маут сейчас пикнет Продолжайте путь более чем 50 километров Все, мы на территории Германии сейчас Это мой первый раз в Базеле Проезд в Базеле Смотрите, здесь вот с левой стороны машин сколько стоит Там можно проходить Что там можно проходить? Ага Как много машин здесь стоит Интересно да сколько времени надо людям сейчас чтобы таможне проходить? Но стоят. В смысле не стоят, а двигаются. Может быть там быстро они всё это делают? Часа три, наверное. Часа три замёт всё это дело. Ладно, ребят, всё тогда. Я выключаюсь пока. Буду сейчас пока ехать уже по территории Германии. Так, маут ещё не включился. Немецкий.